Сергей Михалков. Зайка-Зазнайка. Не повезло сегодня горе-охотнику. Намучился, намаялся, а подстрелить ничего не сумел. И решил он немного вздремнуть. Заснул и не заметил, как вышли на полянку Зайка-Зазнайка и Зайчиха. Смотри, смотри, Зайчиха, ружье! Что тебе косой до ружья? Но Зайка-Зазнайка схватил ружье, да и был таков. Стоит в лесу дом, живет в нем лиса. Вот вышла она на крыльцо. Пойду славлю курочку. Волк обедать придет. Заперла лиса дверь на крючок и ушла. А из-за кустов Зайцы вышли. Ох, Зайц, не дело ты задумал. И ни с кем ты никогда не посоветуешься. А с кем мне советоваться? Я сам себе глава. Поднялся Зайка-Зазнайка на крыльцо лисевого домика. Не бойся, входи скорее. Теперь тут мы и жить будем. Надевай Лисе передник и кроши капусту. Будем щи варить. Ох, ох, вздыхает Зайчиха. Жили бы и жили, как все зайцы живут. Зачем мне так жить, как все зайцы живут? Я теперь сильнее всех в лесу. Я ружье достал. Лису из дома выгнал. Подошла лиса к своему домику. Кто же это мою дверь открыл? Зайка-Зазнайка ружье за спину спрятал и говорит. Это я дверь открыл. О-го-го! Обрадовалась лиса. Давненько я зайчатинки не пробовала. Бросилась она на крыльцо. Назад! Сейчас я тебя застрелю! Испугалась лиса. Попятилась. Что это значит? А то значит, что теперь мы тут жить будем. Пусти меня косой. Давай вместе жить. Я тебя не трону. Ну, уходи лучше, пока я не рассердился. Ну, ладно же. Я тебя отомщу, лопоухий. Проваливай, проваливай, рыжая. Я тебя ни капельки не боюсь. И разговаривать мне с тобой некогда. Щи остынут. Вошел зайка-зазнайка в горницу, сел к столу. Прогнал я лису. Теперь страшнее меня никого в лесу нет. Захочу и волка из норы выгню. Захочу медвежью берлогу займу. А потом в Африку поеду, на львов охотиться. В это время из леса вышли старый заяц со своей зайчихой и зайчатами. Постучали в дверь лисего домика. Откройте, откройте скорей. Это мы, ваши родственники. Пронюхали. Проворчал зайка-зазнайка и открыл дверь. Поздравляю тебя, братец, с ружьем, сказал старый заяц. Зайцы говорят, что мы теперь вместе жить будем, раз у нас на всех одно ружье. Мало ли что говорят, мое ружье. Где захочу, там и буду с ним жить. Выходит, ты со своим ружьем от всего нашего племени отбился? Плохо так вместе, а хорошо так врозь. Не ожидал я от тебя. Ты думаешь только о себе. Подошел волк к лисему дому. Зайчатинка пахнет. Видно, рыжий меня зайцем кормить будет. Ох, я зайцев люблю. Отворяй, рыжая. А зайка-зазнайка из-за двери храбро закричал. Нет здесь никакой рыжий. Проваливай отсюда, серый. Здесь теперь живем мы, зайцы. И один с ружьем. Не поверил волк, что у зайцев есть ружье. Хо-хо-хо, зайцев я съем, а ружьем закушу, сказал он и стал ломиться в дверь. Тогда распахнул зайка окно и прицелился в волка. А ну, попробуй, закуси. Испугался волк. Мне лису надо. Она меня сегодня на обед приглашала. Нет здесь больше твоей лисы. Ты убирайся и скажи спасибо, что я в тебя не выпалил. Только волк ушел, как третий зайчонок на крыльцо вбежал, заколотил лапками в дверь. Откройте, откройте, это я, ваш племянник. Я боюсь, меня волк съест. Скоро со всего леса зайцы в дом набегут. Негде будет и ружье поставить. Проворчал зайка-зазнайка. Не беспокойся, сказал старый заяц. Мы уходим. Завтра утром капусты мне принесите, да побольше. Ну и бессовестный ты. Таких, как ты, в нашем роду еще не было. Смотри, пожалеешь. А мне некуда идти, сказал третий зайчонок. Папа с мамой сегодня ночью на огороды собирались, а меня дома не с кем оставить. Ладно уж, ложись на полу. Ночь. Крепко спят зайка-зазнайка и зайчиха. А зайчонок встал, взял ружье и принялся его рассматривать. Тихо в лесу. Никто еще не просыпался. Выскочили на полянку старый заяц и третий зайчонок. Честное слово, дядя, я сам видел, что ружье не заряжено. Прибежала на полянку старый зайчиха с зайчатами. Сорока слышал, о чем вы говорили. Теперь волк и лиса узнают, что ружье не заряжено. Надо предупредить зайку-зазнайку. В это время раздался волчий вой, и на поляну вышли волк и лиса. Я им покажу, как лису из дома выгонять. Я ему покажу, как волков целится. Ты спрячься за дом и смотри, что я делать буду, говорит лиса волку. — Знаешь, косой, — льстиво заговорила лиса, — таких зайцев, как ты, ни в одном лесу больше нет. И такой ты добрый, такой храбрый. Могу теперь тебя с волком к себе на работу взять. Хотите? — Будешь нас зайчатинкой кормить, пойдем к тебе на работу, — говорит лиса. А сама все ближе и ближе к зайке-зазнайке подбирается. Отступил зайка. — Ну-ну, я таких шуток не люблю, не подходи и близко. — А ну, косой, покажи, как твое ружье стреляет. Скинул ружье зайка, щелк-щелк, а оно не стреляет. Ворвались волк и лиса в домик. Закрутилось там все, завертелось. Визжат зайцы, рычат лиса с волком. Я зайца съем. Нет, я. Вдруг вылетел из окна ружье, а за ним выскочили друг за другом зайка-зазнайка и зайчиха. Только того и ждали заяц и зайчиха с зайчатами. Быстро заперли они дверь, захлопнули ставни. Оказались разбойники в ловушке. Стучат в окно, в дверь ломятся, а вырваться не могут. Откройте окно, просит лиса. Откройте дверь, умоляет волк. А хвостунишка зайка-зазнайка никак в себя не придет от страха. Спасибо, выручили вы нас из беды, говорит зайчиха. Мы всегда друг дружку выручаем, отвечают зайцы. Ну, а с ними что делать будем, спросил старый заяц. Надо их застрелить из ружья, предложил зайчонок. Это невозможно, ружье-то не заряжено. Ружье заряжено, сказал старый заяц. Зайчонок ошибся, не туда смотрел. А ты, зайка-зазнайка, курки не взвел, вот оно и не выстрелило. А теперь открывает дверь, приказал старый заяц. Дрожа от страха, зайка-зазнайка выполнил его приказ. Выходите, лапы вверх, скомандовал старый заяц. Вылезли лиса с волком на крыльцо. Ружье заряжено, два ствола, два заряда и вас двое. Но стрелять я вас не буду, сказал старый заяц. А кто говорит, что не заряжено, заметила лиса. Не заряжено, да, возмутился старый заяц и выстрелил в воздух один раз. А сейчас лапы вверх и уходите из нашего леса, чтобы духу вашего не было. Идите. Когда из леса в поле выйдете, можете лапы опустить. Надо было их как следует проучить, расхрабрился зайка-зазнайка. Молчи уж, сказала зайчиха. Видели все, какой ты храбрый. Старый заяц сказал. Все хорошо, что хорошо кончается. Волк с лисой никогда больше сюда не вернутся. А кое-кому все это будет хорошим уроком на будущее. Кое-кто не будет больше хвастаться, зазнаваться. Это про меня, да? Ясно, про кого, говорит заяц. Проси прощения, сказала зайчиха. Я больше не буду. Никогда больше не буду хвастаться и зазнаваться. Продолжение следует...